Как гений чистой красоты. Это про новый Range Rover, что был представлен публике на минувшей неделе. Ведь дизайнерам, инженерам и технологам удалось сделать почти невозможное – создать единую визуальную плоскость. Столь же далеки от народа электромобили, которые разрабатывают китайские и тайваньские электронщики Foxconn, Huawei и Xiaomi. Но для общего развития узнать, что творится на рынке батарейных машин, будет полезно. Реально полезные новости, как обычно, приходят из Тольятти. Уже скоро АвтоВАЗ запретит продавать «Лады» без дополнительного оборудования. А «Веста» и «Гранты» подвергнет деконтентингу. Объясняем, что это такое. В финале обсудим новости Контранса. В последнее время маркетинг компании Jaguar Land Rover напоминает стратегию Apple. Да, актуальная модель хороша собой и стабильно продается, но смена генераций точно заставит клиентов выложить свои денежки за свежее творение. И не важно, что это – смартфон или автомобиль. Так что флагманский Range Rover меняет поколение немного поспешно. Все ждали, что это случится через год-два. Что изменилось? Стиль обсудим отдельно, а пока упомянем совершенно другую платформу, что принесла немало инноваций, включая аж 70 блоков для управления бортовой электроникой. А еще выросла жесткость кузова, уменьшилось сопротивление воздуху, шасси сделалось полноуправляемым, а у боковых дверей появились сервоприводы. Новые фары с миллионом микрозеркал, что могут рисовать подсказки на дороге. В общем, список новшеств выходит почти бесконечным. На выбор теперь есть четырех, пяти и впервые семиместные варианты салона. Деления на длинную короткую базу остались, но обе версии стали длиннее на добрых 5 сантиметров. Колесная база выросла на три четверти дециметра. О моторах. В Европе ставка сделана на подзаряжаемый гибрид, но на российском рынке основу гаммы заложат рядные шестицилиндровые турбодизели, отдачи 249 и 350 сил. Верхнюю строчку займет бензиновый V8, при том не старый добрый компрессорный AJ, а покупной баварский B-Turbo. Агрегат BMW выдает чуть больше 500 сил. В России он нужен, в России он востребован. У нас достаточно большое количество клиентов, именно клиентов Range Rover, которые хотят приобрести автомобиль с силовой установкой V8. Дело в том, что V8 изменился. Это совершенно другой двигатель, который устанавливается на новом поколении Range Rover, но есть рынки, в том числе российский рынок, где эти двигатели остаются крайне востребованы. И, наконец, главное. Смотрится новый Range Rover будто концепт. Строго, минималистично и несколько инопланетно. Во всяком случае, дизайнерам, инженерам и технологам удалось безупречно создать единую визуальную плоскость. И страшно представить, сколько денег, нервов и сил пришлось потратить всем участникам процесса, дабы сократить количество стыков между панелями, уменьшить кузовные зазоры и сделать боковое остекление почти плоским, без перепада между стеклом и рамкой. Но сделали же. И за это люди точно захотят отдать свои деньги. Тем временем с новым Range Rover мы познакомились вживую, и расскажем подробности в программе «Своими глазами» в понедельник, 1 ноября. С началом эпохи электротяги марки создавались с нуля. Затем подоспели традиционные производители, а теперь в гонку стартапов включились и электронщики. Тайваньский бренд Foxconn, принадлежащий группе Hongai, обыватель известен как фактический производитель айфонов, фотоаппаратов Canon и других устройств. Его автомобильное подразделение называется FoxTron и показало сразу три прототипа. Кроссовер Model C, седан Model E и автобус Model T. Исторически такие модели были у Форда, но в современном мире это явный намек на Теслы. Для легковых машин заготовлена модульная платформа MIH, которую пестует целый консорциум с привлечением компаний Microsoft, Qualcomm и группы ULON, той самой, что выпускает легковушки LuxGen. Хронологическим первенцем платформы считается кроссовер Model C, чьи технические характеристики толком не рассекречены. Кроссовер довольно компактный, короче Тигуана, но с посадочной формулой 5 плюс 2, а это означает трехрядный салон. Заявлен запас хода аж в 700 километров и разгон до сотни менее чем за 4 секунды. Но верится в это с трудом, да и в серию Model C пойдет лишь года через два. А вот электрический автобус встанет на поток раньше, уже в 2022 году. Китайцы уверяют, что Model T уже намотала 200 тысяч тестовых километров и отвечает требованиям американского транспортного регулятора FTA. Однако поначалу автобус Фокстрона будут использовать на юге Тайваня. Но самая интересная машина – это седан Model E. Техника тут аналогична кроссоверу, но для более чем пятиметровой машины заявленные 760 сил и 3 секунды до 100 километров в час выглядят уместнее. Впрочем, серийное производство отложено до 2023 года, и параметры еще успеют пересмотреть. Интересно, что часть характеристик раскрыл не сам Фокстрон, а ателье Пенинфорина, которая на поверку и занималась дизайном седана. Надеясь на дальнейшее сотрудничество, итальянцы выпустили отдельный ролик, где достоинство проекта нахваливает сам глава ателье Кевин Райс. Еще один китайский гигант Huawei пока лишь поставляет компоненты для гибридов марки Seres. Но так втянулся, что начал продавать кроссоверы SF5 в собственных центрах под вывеской Smart Selection – лучший выбор и вместе с телефонами. Поэтому машины без лишней скромности несут двойную марку – Huawei Seres. К слову, сам бренд Seres принадлежит выпускающему автокомпоненты китайскому концерну Socos, и весной агентство Reuters сообщало, что бусы Huawei искали возможность эту марку купить. Похоже, что успехом переговоры не увенчались, и теперь Huawei проектирует свой собственный электромобиль, взяв себе в партнеры тот же Seres и Чанянь. Как сообщают китайские СМИ, модель Huawei Auto может выйти уже до конца года. Еще один китайский IT-гигант, компания Xiaomi, официально пообещала заняться электромобилями еще весной. Теперь, будто в ответ на презентацию прототипов Faxona, на конференции инвесторов босс Xiaomi Лей Цзюнь объявил и дату начала своего производства – первое полугодие 2024-го. И чтобы совсем закрыть тему экосистем и коллабораций, добавим, что месяц назад встречное заявление сделала компания Geely о намерении выйти на рынок смартфонов в 2023-м году. Перелетаем на родную русскую землю, где АвтоВАЗ подкинул несколько прелюбопытных новостей. Самое злободневное – датированное середина октября подорожание машин. Это уже шестая с начала года смена ценников. Притом весьма заметная – в зависимости от модели цены выросли от 9 до 20 тысяч рублей. Российский автогигант традиционно молчит об истинных причинах подорожания. Хотя всем понятно, что серьезное влияние на стоимость автомобилей сейчас оказывают последствия коронавируса. В частности, глобальный дефицит микрочипов. Кроме того, со второй половины октября «Лады» принудительно оснащаются наборами автомобилиста, в который вошли знак аварийной остановки, аптечка первой помощи, огнетушитель и другие нужные водителю вещи. Стоимость комплекта – 2400 рублей. Притом, отказаться от него нельзя. И это только начало всеобщей принудиловки. Как сообщает «Лада Онлайн», с середины ноября АвтоВАЗ запретит дилерам продавать машины без допов. Каждой машине будет прилагаться набор аксессуаров стоимостью от 8 до 30 тысяч рублей. В него войдут салонные коврики, дверные дефлекторы, защита картера и другие мелочи, на которых привыкли зарабатывать дилеры. Устанавливать все это будет не завод, а сами продавцы, но по фиксированной цене. Сами дилеры чрезвычайно недовольны таким решением, ведь обязательный набор фирменных аксессуаров лишает их возможности заработать. Но, видимо, АвтоВАЗ устал от дилерского беспредела, когда те же коврики запросто продают за 50 тысяч рублей. По большому счету, из лазеек осталась лишь установка сигнализаций до продажи страховок. Так что тучные времена для автосалонов «Лады» закончились. Следующее событие из разряда «Это полезно знать». АвтоВАЗ активно занимается деконтентингом, то есть упрощением своей продукции. Так у «Лады Весты» теперь удалена балка заднего бампера. Можно предположить, что владельцы машин будут внедрять этот элемент своими силами, ведь стальной утилитель призван защищать кузов от повреждений при легких авариях. Гранте также предстоит упроститься. С обивок задних дверей будут удалены тканевые медальоны, а снаружи исчезнут защитные молдинги. С боковых сопел на панели приборов уберут тиснение фольгой. Наконец, из-за дефицита электронных компонентов продвинутая медиасистема Enjoy Pro лишилась многих функций и теперь называется просто Enjoy. И снова о большом и заграничном. Большой пикап Chevrolet Silverado пережил рестайлинг месяц назад. По современной моде фары стали диоднее, экраны мультимедийнее, а главное в гамме Silverado впервые появилась приключенческая версия ZR2. А поскольку внедорожные пикапы вошли в американскую моду, то неудивительно, что более дорогой пикап GMC Sierra тоже обновлен по схожей программе. Достались Sierra и новые фары с анимированными поворотниками, и бамперы с решеткой. За доплату можно заказать углепластиковую грузовую платформу, которая вместительнее и прочнее базовой, и хитрый трансформируемый откидной борт MultiPro. Но главное, у GMC теперь есть свой собственный интерьер во всех версиях, кроме начальной. Передняя панель переделана целиком, у нее горизонтальные дефлекторы вентиляции, широкоформатный 13-дюймовый дисплей медиасистемы и виртуальные приборы. Моторная гамма вторит родственному Chevrolet. Из нее вырезали атмосферный V6, зато оставили турбо-четверку 2.7, переработанную настолько, что удалось прирастить аж целую сотню ньютон-метров. Атмосферные бензиновые восьмерки с отключаемыми цилиндрами не тронуты, как и рядный шестицилиндровый дизель. Но зато дизельным Sierra усилили раму. В результате разрешенная масса прицепа выросла в полтора раза. Буксировать можно почти 6 тонн. Что касается бездорожья, то версия AT4 у Sierra уже была. Поэтому придумана еще более подготовленная AT4X с усиленной подвеской, увеличенным клиренсом и блокировками дифференциалов. Любителям роскоши адресована новая топ-версия – Denali Ultimate, которая помимо кожи, дерева и 22-х колес без доплат оснащается полуавтопилотом Super Cruise. Это адаптивный круиз-контроль, который умеет самостоятельно перестраиваться на главных трассах США и Канады общей протяженностью 320 тысяч километров. Подразделение Chevrolet Performance, выпускающее двигатели из коробки для тюнеров и кастомайзеров, пополнило свой каталог безумным биг-блоком с индексом 632. Это в кубических дюймах. По сути, американцы модернизировали свою готовую восьмерку 572, которую ставят на заводской дрекстер Chevrolet Copa Camaro, и увеличили рабочий объем на литр. Итого, тысяча сил на обыкновенном 98-м бензине и с распределенным впрыском. Конечно, никаким эко-нормам это не отвечает, но покупателям важнее, что на стенде мотор выдержал 200 стартов в режиме дрэк-рейсинга. Продажи обещают в следующем году. Для справки, исходный 572-й мотор стоит от 16 тысяч долларов. Премия «Автобус года» существует вот уже больше 30 лет. Но учитывая, что действительно новые пассажирские машины появляются редко, конкурс проходит по такому принципу. По четным годам жюри награждают городские модели, а по нечетным – междугородние. В этом сезоне 22 эксперта выбирали лучший магистральник. Им оказалась юбилейная спецверсия неоплана Cityliner. Машину похвалили за экономичность, динамику, рентабельность, безопасность, комфорт и прежде всего за вневременной дизайн. Сам Cityliner предназначен для длительных междугородних маршрутов. Как уверяет марка Неоплан, главным образом модель заточена под сложные маршруты с резкими уклонами и коварными поворотами. К слову, в этом году семейство Cityliner празднует 50-летие. По случаю юбилея немецкий производитель выпустил богато оснащенное исполнение своего флагмана. Собственно, именно его признали автобусом года. В Германии пройдет любопытный эксперимент. Власти и перевозчики оценят, какой формат грузовиков будущего больше других подходит для реальной эксплуатации. Так по трассе B462 будут курсировать водородные тягачи марки Mercedes, созданные на основе модели Actros. Предполагается, что на одной заправке легким газом подобный 40-тонный автопояс может проходить до 1000 километров. Компанию водородной FURI составит обычный аккумуляторный и Actros. У него может быть 3 или 4 пакета аккумуляторов, а емкость каждого 105 киловатт-часов. Соответственно, с тремя грузовик готов одолеть 300, а с четырьмя — 400 километров. Но самое любопытное — это техника Scania. Шведы построили гибрид, у которого между дизельным двигателем и коробкой передач встроен электромотор. Последний, соответственно, запитан через установленный над кабиной пантограф. Дотошные немцы подсчитали. Если оборудовать электросетью треть автобана в Германии, выбросы углекислого газа упадут на 40%. Вот только каждый километр натянутых проводов обойдется в 2 миллиона евро. Но повторим, чья концепция лучше — водородная, аккумуляторная или троллейбусная — предстоит определить реальным перевозчикам.